Минусы креативной анимации на реальных проектах. Речь пойдет о сложной, нестандартной анимации, которая создает вау-эффект, но в итоге больше мешает, чем помогает. Если ваш клиент хочет видеть на своем проекте сложную креативную анимацию, объясните ему все нюансы использования такой анимации. Дорого в разработке. Креативная анимация – это всегда дорого в разработке. Но мало того, что это дорого, еще не факт, что ее сделают хорошо. То есть, если вы придумали концепцию, которая будет завязана на анимации, то в дальнейшем вы можете столкнуться с тем, что эту анимацию будут делать 3-4 месяца. Это реальные сроки из личного опыта и опыта топовых студий. Лучше всегда согласовывать с командой, готовы ли они рискнуть, и создать какой-то новый нестандартный анимированный компонент. Чем больше анимации, тем больше и сложнее код, тем сильнее будет тормозить сайт и долго подгружать контент. Все это нужно учитывать, когда вы будете придумывать интерактив. Низкая конверсия. Допустим, вы сделали анимацию, которая всем разорвала шаблон. Возможно, две ситуации. Большинству понравится ваша анимация на сайте, но, скорее всего, анимация забирает слишком много на себя внимания. В итоге человек, уйдя с сайта, не будет понимать, о чем вообще здесь говорилось. Как итог, низкая конверсия. Анимация никому не зайдет. Например, это консервативная аудитория, или анимация здесь вообще неуместна. Например, это сайт консервирования отходов. Скорее всего, откроют сайт, их ошарашит анимация, у них начинается паника, что здесь вообще происходит, что я здесь делаю, и закроют страницу. Тогда почему анимация популярна среди дизайнеров? Это вау-эффект при первом просмотре. Да, классная анимация взрывает всем голову, но только при первом просмотре. Но когда человек вернется во второй, третий, четвертый раз, чтобы получить информацию, почитать о продукте, узнать что-то, она уже станет напрягать. А как мы оцениваем сайты с awards? Мы же не заходим второй раз на эти сайты, чтобы оценить, как будут пользоваться им реальные пользователи с реальными запросами. Поэтому, в принципе, можно вообще отказаться от какой-либо анимации, если она дорогая, и вам важна только конверсия. Поскольку, если у вас есть хорошая верстка и логика, то сайт и без анимации будет выглядеть хорошо. Также напомним, что основные риски с анимацией – это работа с верстальщиками. Как уже было сказано, не так много на рынке разработчиков, которые могут хорошо сделать нестандартный интерфейс. Поэтому лучше сделать хорошую аккуратную верстку. И если ваш верстальщик справится с версткой, то потом можно попробовать сделать с ним и анимацию. Продолжение следует...